В Дагестане немало именитых спортсменов, которые прославили республику далеко за ее пределами. Это послужило неким стимулом для дагестанской молодежи, которая усиленно занимается физической культурой. А для этого сейчас в республике есть все условия. Так, в Махачкале на один спортивный клуб стало больше. Все подробности в материале Камиля Девятова. Спортивный клуб «Премиум» расширяет свои границы. Территория зала составляет полторы тысячи квадратных метров. Для любителей спорта и здорового образа жизни в этом центре есть все. Здесь созданы условия, чтобы занятия спортом были в первую очередь максимально эффективными, комфортными и просто приятными. Церемонию открытия посетили общественные деятели, депутаты и известные спортсмены. В первую очередь хочется поблагодарить, кто способствовал этому залу, кто помогал открыть зал, кто спонсировал. Благодаря таким людям, как они, в республике развивается спорт. Спасибо, что пригласили. Парково, Леватур, что он во всем поддерживает. Я уже давно знаю, что есть такой человек на туре. Залу бомбу, это сказать. Парково. Премиум фит. Четыре года в спортивной индустрии. Это не много и не мало, как утверждает руководство спортивного клуба. Задача была поставлена развиваться и расти дальше. И вот результат. Один из самых крупных спортивных клубов на Северном Кавказе. Зона кроссфита и зона единоборств для оттачивания навыков ведения поединка. Когда мы только открывали свой спортивный клуб, это был 15-й год, и тогда занятие кроссфитом не было столь популярным, как сегодня. На сегодняшний день кроссфит набрал и набирает большую популярность как среди профессиональных спортсменов, так и среди тех, кто хочет держать себя в форме. И мы решили расшириться и открыли кроссфит-зал и зону единоборств. Клетка для ММА, отдельная зона для единоборств – все это рядом как для новичка, так и для профессионала. Лично на себе. Все преимущества нового зала испытал боец смешанного стиля Мурат Мачаев. Тренер очень хороший здесь, честно говоря. Я с Абдулой работаю, он очень хорошо дает ударную технику, тренировки по ударной технике. Мне все понравилось. У нас есть небольшая недостатка в Дагестане, недостаток таких оснащенных залов. И этот зал один из тех, в котором есть все для того, чтобы хорошо тренироваться. И у нас мало залов, где есть такой октагон, клетка для ММА, где можно проводить контрольные спарринги, которые обязательно нужны перед боями. Я просто вот не вижу, чего здесь нет. Здесь на самом деле все есть. Может, чего-то не хватает, но я этого не вижу. Ну, вроде все есть, все условия для любителей и для профессионалов. В этом зале я вижу, что все удобства для развития как бы есть. И клетка есть, и зона кроссфита есть. Все необходимое есть для того, чтобы заниматься уверенностью, можно сказать, что мы будем приходить сюда. Я думаю, с открытием этих залов наши бойцы станут намного лучше. Кроссфит пришел в нашу жизнь и считаться с ним нужно, утверждает старший инструктор Анзор Гаджиев. С появлением в зале специального оборудования и Америка не нужна. Выносливость можно натренировать в родной Махачкале. Здесь работает тело, пресс, спина. Руки свободные, как веревки. Ранинг называется, он имитирует уличный бег. Здесь работают, ну, все части, заднее бедро, поверхность бедра, переднее. Вот, например, на обычном тренажере задняя поверхность бедра не работает, потому что ты не отталкиваешься от нее. А это имитирует уличный бег. Как ты механическая, как ты бегаешь, так и она. Спорт для всех. Кроссфит нелегкое занятие, но новичкам тренера идут на уступки. Болл-болл называется на английском. И кидаем мяч. Тоже для начинающих легкий мяч, 6 килограмм. На территории клуба «Премиум Фит» любой найдет занятие по душе и поддержку специалистов. А набрать хорошую физическую форму остается делом времени. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.